Сейчас я сделаю чуть-чуть, бля, ты снимаешь уже? Да, наболевшим сегодня, наболевшим, наболевшим мы, так, короче, сегодня пришел мой давний-давний-давний проект, который надо доделывать, Полинезия, сегодня по фрихендели чуть-чуть, короче, ну сейчас будем плотный покрас делать? Я тебя уезжу, эйва, я тебя вижу, эйва, ну не суть. Итак, сегодня покрас плотный, покажу движение, ну, который как надо красить, ну, как делаю это я, скажу так. В принципе, ну, ничего такого сложного нет, просто нужно посмотреть, запомнить механику движения, моторику и, соответственно, внимательно относиться к тому, как у вас ведет себя кожа, вот под этой штукой. Сейчас буду красить пятнадцатым раунд-магнумом, тридцать пятой иглы, смотри, так, основные движения, мы уже пишем, пишем, да, в общем тут, ну, вот на это обращать внимание не стоит, потому что это сейчас все будет закрашиваться, это все были наброски. Так, самое главное, когда мы красим, для того, чтобы у нас был плотный прокрас, нам нужно растянуть кожу, это обязательно, как и при контуре, то же самое, но здесь, когда мы растягиваем кожу, это играет на нашу, для нас, скажем так, еще более интересным образом, когда мы ее растягиваем и начинаем, просто без краски движения, сейчас просто покажу вам, и начинаем вкрашивать красочку, да, когда мы кожу растягиваем, когда мы ее отпускаем, она, ну, приходит в свое изначальное положение, как она всегда находится в свободном положении, и, соответственно, точечки, которые мы сделали в этом месте машинкой, получается, они еще съезжаются, то есть они уплотняются, тем самым создается более плотный и более равномерный прокрас. Сейчас будем смотреть, как это делается машинкой. За движениями руки очень внимательно смотреть надо. Записать урок ошибки. Почему все-таки получаются пятна, и почему у многих лес и... Равно, я сейчас объясню, а, кстати, да, давай сейчас покажу, почему получается, основное движение при прокрасе, это идет полукруглые небольшие движения с движением вперед, то есть и вот таким вот образом вы прокрашиваете, тем самым вы первое движение сделали, то есть я сейчас буду показывать крупно, первое движение сделали, вторым движением, вот и вот, которое уходит, вы начинаете вот этот момент перекрывать, то есть, и вот когда вы делаете маленькие вот такие движения, плотные друг дружки, вот такие овальные, вы очень хорошо прокрашиваете. Почему получается забор? Вот у товарища, у Сашка Белла, когда он приезжал, я посмотрел, как он красит и сказал, что это вообще неправильно. Он красит вот таким вот образом. Красил, красил, но после того, как он побывал у меня, ну, он начал красить адекватно и нормально. Вот таким образом, когда вы делаете размашистые движения и вот такие прямые, у вас из-за этого получается вот такой забор, и вы можете просто-напросто разрезать кожу. А не прокрас? Не прокрас. Не прокрас. Не прокрас. Блин, это записала. Минутка нежности. Так, не прокрас, это когда вы слишком быстро делаете вот такими движениями, слишком быстро. То есть, у вас попадает туда недостаточное количество пигмента, и у вас размашистые движения, то есть, не перекрывают они друг друга. Поэтому получается не прокрас. Либо же вы делаете плотные движения, но красите, продвигаетесь вперед слишком быстро. Это может зависеть от того, либо у вас медленная скорость машинки, и вы быстро делаете, либо у вас просто сами по себе какие-то размашистые движения, и вы не перекрываете, как только что я сказал. Второй момент. Очень внимательно смотреть за тем, как ведет себя кожа под машинкой. Если кожа начинает бархатиться, это говорит о том, что вы перегрузили слишком кожу, и в ближайшее время у вас просто будет дырка там, если вы вернетесь опять туда. Так, сейчас буду показывать. А ты покажешь нам, как проверять, хорошо ли прокрасить? Обязательно. Обязательно. Лайфхак для проверки, как вы плотно прокрасили, не прокрасили, это я обязательно покажу. Я забота, ребята. З-забота. Я просто спрашиваю. Файфторник. Вот смотрите. Итак, натягиваю кожу, прям максимально натянул кожу. А родной? Давай. Здесь самое главное, правильно подобрать скорость движения, и это зависит от скорости машинки. То есть, ну... Вот этот, поймать, да? Да, поймать вот эту золотую середину. Кстати, модуль киви очень прикольно красит, вообще, ну, прям, очень меня впечатляют. Я просто впечатляю, ужасно. Ну, честно сказать, он очень наибольный делает это. Я заметил, нравится. По сравнению с чем? А что это, этого, квадрона ли ты делал? Ну, да. Нет, я же лайнерами мог делал. А это где? Это кто? Ну, вот, ну, блин, контурными волками. А-а. Показывал мастер-класс. Как можно человека заткнуть на 5 минут. Вот от контура, да, и такими движениями. Да, ставим в контур. Желательно, если вы законтурили, то есть, начинать прям с контура красить. Потому что, если вы будете ставить тачку возле контура, у вас прям под контуром будет непрокрас небольшой. Потому что, когда контур припухает, вы все равно не сможете четко попасть в ту область, которую надо закрасить хорошенько. Поэтому можно начинать прям с самого контура, захватывать прям сам контур. Я на бесплатном курсе все. Ну, типа того, да. Получаю, знание еще добавить. Выходишь, так сказать, грамотно. О, пойдешь к другому мастеру. И как начнешь, умничать. Посмотришь, да, скажешь, эй, ты что делаешь? Мне не так красишь, эй, ну-ка, прекращай. Нет, такого никогда не будет. Что, не пойдешь к другому мастеру? О, это все традиции. Это прям достойно похвалы. По-любому. Ну, это же как врачи, как психологи. Да, здесь, короче, ребят, самое главное, это поймать ту скорость, на которой вы будете оптимально прокрашивать. Заметьте, ну, кожа не меняет свою структуру. То есть, она как была, такая остается и практически не кровит. Это говорит о том, что мы работаем в наш дружелюбный к нам слой кожи. Эпидермис. Нет, дерма. Бля, я каждый раз их путаю, короче. Что вы делаете в 20-м? Я каждый раз их путаю, эти дерма, эпидермис. Но это не суть важна. Вот. Это говорит о том, что вы работаете в правильный слой, не грубите слишком сильно. Кожа не меняет свою структуру. Ты раз ускорился, да? Да, то есть, ну, вот здесь уже прокрасил, поэтому можно чуть-чуть подускориться. Все, сейчас мы будем смотреть. Сейчас я вам покажу лайфхак, проверить, плотно ли вы закрасили или нет. Берем спрей батл наш. Сейчас вытрем. Берем наш спрей батл и аккуратненько льем на ту область, которую мы прокрасили. Если у нас нет белых просветов, белых пятен... А покажи нам, когда будет. Сделать так, чтобы были белые просветы. Сделать так, чтобы были белые просветы. Сделать так, чтобы были... Это сложно, конечно. Я понимаю. Нет, я сейчас попробую. Я, конечно, попробую сейчас. Вот, видишь, да? То, что делают мелодицу. Да, наверное? Ну, а это я прям слишком быстро тачкой работаю сейчас. Так, ну, здесь должно быть сейчас, покажу. Так. Вода. Вода у нас служит, ну, как-то получается, линза. То есть она увеличивает. Блин. Нет, ну, это же... Ну, это же... Ну, нету, короче, не получается у меня так. Ну, вот чуть-чуть я вижу риск. Ну, вот, да, то есть, ну, вот риска, вот она пошла. Да, то есть, ну, это на выходе, как бы тут, ну, вот здесь, возле, вот там, вот возле контура, фактически. То есть, ну, вот есть, есть риски, да, чуть-чуть. Есть, да? И вот смотрим там, где я прокрасил уже. То есть не должно быть никаких более светлых пятен. Это будет говорить о том, что вы очень плотно прокрасили, хорошо прокрасили, положили красочку, но не перетравмировали кожу. Это и называется прям плотный покрас, чтобы татуировка была прям черная и хорошая. Ну, и, соответственно, и заживет хорошо. Лучше, конечно, всегда прокрашивать, плотно красить в один, максимум в два прохода, не перегружая кожу, что дает возможности потом вернуться, там, допустим, и докрасить какие-то. То есть, вот пройтись как-то быстро, там, ну, напылить, если уже все-таки при плотном каком-то прокрасе, ну, где-то не докрасили, где-то положили пигмент, но он не настолько плотный, как должно лежать, чтобы не было вот этого белого или более светлого пятна, а потом при заживлении. Ну, да, еще раз осветлеть. Да, сейчас покажу, как работать раунд лайнером для плотного покраса в уголках и в тех местах, в которые очень сложно залезть. Я не стараюсь залезать туда магнумом, ну, по той простой причине, что я закрашиваю какие-то уголки, допустим, эрелом, а потом уже плотно вкрашиваю магнумом большие площади. Делаю вылет чуть-чуть больше, чем обычно. Ну, грубо говоря, вот начинаю вот в этом уголку. Также, опять же-таки, растягиваю, максимально растягиваю кожу на барабан. И вот таким вот образом, не заглубляя тачку, я вкрашиваю плотно именно уголочек. И как карандашом, вот таким вот образом. Куда-сюда, да? Да. Штришок, штришку очень плотно. А возможно такое, что зайти за контур? Ну, конечно, можно. Это, ну, это все зависит от того, как ты красишь по-хорошему. То есть, опять же-таки, растягиваю максимально, чтобы потом при свободном положении кожи, то есть, ну, в нормальном положении кожи она сжалась. И, ну, вот и линии, которые, допустим, они еще друг к другу ближе стали. И вот пошел. Тут такие трансыроки ведешь, да? Да, вот и все. Раз, ты готова. Все, и потом я вот здесь начинаю вкрашивать уже, ну, как он, магнумом. То есть, сейчас еще раз будем вкрашивать магнумом. Уменьшаем вылет. Ставим на обычный, ну, для покраса. Два пара, два с половиной миллиметра, грубо говоря, да? Вот, и здесь у нас получается так, что лучше, конечно, красить от контура в контур. Таким, блин, надо вот здесь вот не забыть. Можно, конечно, поставить машинку под 45 и вдоль самого контура вот такими движениями прям пройтись. То есть, вы открашиваете контур, получается, да? И оставляете себе место, чтобы можно было плотно вкрасить, чтобы, ну, не залезать прям на сам контур. Ну, это уколоскива еще нет, что-то. Ну, это не суть важно, это можно так и сделать. То есть, это очень аккуратно, элементарно и, ну, несложно, да? То есть, чтобы не вылезти случайно за контур, скажем так. А с этой стороны мы начинаем красить от контура и вверх пошел. Потому что красить, чтобы иглы прижимались как можно плотнее к тыльной стороне модуля. Чтобы красочки больше туда залетало. И вот таким вот образом, вот такими нехитрыми движениями. Но никак не по-другому. То есть, никаким образом не вот так вот не надо красить. Так, конечно, можно подкрасить, но там, где прям какая-то тоненькая-тоненькая линия там или еще что-то. Но работать надо не на угол ставить никак. Работать надо при плотном покрасе прям всей плоскостью игл. Максимально, чтобы не было забора какого-то. А на угол, если поставишь забор? Если на угол поставишь, да, то работать будет один угол. И, соответственно, можно просто непрокрас сделать. То есть, именно такое уверенное положение машины? Да, то есть, именно всей плоскостью, всей лопатой надо работать. Я не прикладываю никаких особых усилий к тому, чтобы, ну... То есть, и не заглубляю тачку, не стараюсь прям... Как-то, ну, прям... Захерачить туда, загнать ее прям глубоко-глубоко. Ну, да, вот таким вот образом. Когда кожа не кровит, это вообще замечательно. Да, да, ты вообще не кровит. Не сочишься даже. Вот, моя кожа знает мастера, она поэтому ничего не кровит. Она кровила первый раз, там, два года назад. Нет, действительно, вообще, для... Я первый раз так поверить, чтобы даже не сочилась. Ну, нет, она немножко-то сочится, однозначно. Да, как обычно, я вижу, что кровь не кровит. Да, и лимфа выделяется, это, ну, какая-то же поверхностная рана, получается, травма. Естественно, кожа. Лимфоциты, эритроциты и все остальное, байда, короче, прям, стремятся запечатать ранку. Почему и нужно мыть татуировку первые два дня как можно чаще, чтобы смывать все то, что выделяется. Чтобы не было вот этой вот... Пленка там не беряется. Ну, чтобы не было вот этой вот грубой болячки, которую они образовывают. Равномерно смывалось. Да, чтобы не вытягивало оттуда пигмент. Чтобы татуировка зажила хорошо. И пигмент везде, ну, лежал равномерно. Потому что при том моменте, когда образуется вот такая грубая корка, плотная. Ну, как в детстве, да, ты саданулся, грубо говоря, там, содрал себе кожу. И когда ты потом у тебя вот эта вот ранка, ты ее срываешь каждый раз, у тебя под ней белая такая кожа. Вот здесь, да, вот здесь будет ровно то же самое, если так сделать. То есть, если пересушить ее, не давать... Ой, то есть, не мыть ее, не смывать вот это все, то, что выделяется. Как раз получится такой эффект. И под этой ранкой будет как раз вот образовываться вот такая вот белая пустота. А если еще и содрать эту корку, которая будет образовываться, то это сразу же прям автоматически. Будет белая пустота там. Вот прикол в чем, когда красишь так, чтобы иглы плотнее прилегали к тыльной стороне модуля, очень, ну, попадает гораздо большее количество пигмента в кожу. Я сейчас покажу, как будет выглядеть, если красить в обратную сторону. Сейчас вот этот кусок докрашу. Больно? Да, прикольно. Отлично. Черти казак, атаман он будет. Ну, я просто даже, получается, не первый раз в этих руках, поэтому... То есть, если вести машинку в обратную сторону, не туда, а в обратную, то это будет выглядеть вот так. Надо лицо показывать, когда выглядит. Вот так вот оно красить будет у нас. То есть, будет, ну, не прокрашивать вообще, потому что краски туда попадают очень мало, и в обратную сторону они красят совсем по-другому. То есть, получается, как будто они напыляют. В этом есть свой прикол, когда вы, допустим, если вы провели вот так вот, да, прокрасили, и потом в обратную сторону. То есть, это, ну, как бы, оно докрашивает, получается. Слегка напылит, но неуверенный плотный какой-то покрас будет. Ну да, в данном случае, какое может быть напыление? Ну да, здесь нам нужен четкий плотный прокрас, такой прям максимально плотный, чтобы было все черное-черное, хорошая-хорошая. Краска как раз аллегория. Ну, посоветовали попробовать. И ты расхитился. Да, очень жиденькая, хорошо и для контуров, и для плотного покраса. Ну, мне нравится работать более жидкими пигментами, потому что не образовывается на модуле, на носике, огромная такая борода. В этих местах вообще надо работать очень аккуратно, потому что это место сгиба. И если перетравмировать, то будет же скачь. Будет, нет, не будет, не оба, будет очень плохо заживать. Ну, в общем, да, то самое главное за ней следить. Это тоже. Ну, да, и следить за татуировкой, за заживлением, как она заживает, мыть вовремя, мазать мазью. Лучше, конечно, допустим, я на своем опыте людям советую декспантенол, такая синяя упаковка. Можно показать татуировку, которая была сделана. Ну, да, да, кстати, а потом покажем. Сделано очень давно, да. Вот и вот таким вот образом мы делаем без максимальной, без какой-то травмы, чтобы у нас все хорошо и четко заживало. Вот опять поставил от контура. Без бейсбола. Ну, Коля не любит обейсбол, канавал. Поэтому мы будем подстраиваться под мастера. По старинке с ржавыми гвоздями. Ну, это более как бы потом она отстает. И вот когда выработаете вот эту вот скорость, на какой вам удобно красить, и при какой скорости вы плотно будете туда вкрашивать с минимальной травмой, вы начнете красить очень хорошо и потрясающе. Самое главное просто выработать именно, поймать ту скорость и те движения, при которых это будет давать максимальный какой-то результат, качественный результат. Цвет выкрашивается ровно такими же движениями, но иногда, когда пигмент густой, лучше, конечно, немножечко снизить скорость, потому что, ну, густым пигментом всегда сложнее плотно красить. Ай, аж даже больно. Ну, там мизинцы танцуют, так больно, короче, в способстве. Ну, как в сад ребер, да? Поэтому раз в два года, да, это и приходит. Да нет, нет, вот это мы делали и в прошлом году, я не помню. В прошлом году. Это напротив, кстати, большая рыба. А, ну да. Это большой. Ну, бар большая рыба. Только здесь. А, ну, да. Вот, вот таким вот образом. Нет. Чего-то просто раз был, а вот эта ментовка опять была. А, 18. 18, да. 18. Нет, нет. У Андрея что-то? Угу. Эта ментовка у Андрея. Угу. Он остался. Вот, вот, и опять я вам прошел, вот это место прокрасил, и все, оно прям плотненько, чётенько, раз. Главное, главное делать правильно перекрытие. В том плане, что если вы красите, допустим, ну, вы проходите полосой, нужно давать некое перекрытие, когда вы прокрашиваете другую, ну, вы ушли в другую, в другое место рядом полосу делаете, да? Давать некое перекрытие, чтобы у вас не было, образовывалось не было, не было вот так вот полосами, видно, что прокрашено. То есть нахлёст какой-то? Да, небольшой нахлёст давать на предыдущую полосу. А лучше, когда вы прокрасили, вот таким вот пройтись движением, раз, по-быстрому, и всё. Угу. Туда и обратно. Вот то, что ты говорил, да? Назад, раз. Да. Прокрасили, и быстрыми движениями прошлись назад, чтобы закрасить то, что могли не закрасить. Таких же ситуациях, контур потом не надо делать, да? Нет, ну, в таких вот, когда плотный покрас делаете, контур можно даже не делать, можно просто нацарапать, чтобы не было такой ситуации, когда вы прокрасили, да, и у вас при заживлении получилось то, что вы прокрасить-то прокрасили, плотно-то плотно, да, но при ближайшем рассмотрении у вас остаётся какое-то пустое место между контуром и плотным закрасом. Потому что, как я говорил раньше, контур, когда вы сделаете, контур, он более травматичен. Вот. И когда он опухает, под него подкрасить, припухает, когда под него подкрасить очень сложно. То есть, прям попасть туда, потому что идёт, ну, отёк небольшой, да, и вот как раз на месте получается вот где вот он отёк, и вот в этом месте получается, что вы не сможете просто плотно вкрасить туда, ну, чисто физически просто не получится. Очень сложно. Из-за как раз вот именно отёка вот этого. Вот. Вот опять же, поставили, да, поставили в контур и пошли. Движениями, перекрывающими предыдущие. То есть, вот таким вот лёгким. Раз. Всё. Вот. И теперь мы подкрашиваем прям под контур. Ну, таким вот образом. Раз и всё. Кожа не меняет своей структуры. И сейчас мы как раз проверим, я докрашу. И мы проверим плотность парокраса. А у каждого техника своя покраса плотно? Или нет? Да, в принципе, она, ну, одинаковая. То есть, чем внимательнее и... Главное оставить правильно машинку. не то чтобы машинку, просто, ну, нужно отработать ту скорость, поймать ту скорость, на которой ты минимум травмируешь кожу, когда плотно красишь, да? Как бы, ну, если, естественно, ты на высоких оборотах будешь елозить очень долго в одном и том же месте, конечно же, ну, разрыв кожи тебе обеспечен. Если же ты на высоких оборотах прокрашивать, проходишь быстро, то есть, все зависит от скорости тачки и скорости прохода. Вот и вот, вот это самый главный момент. Потому что это, ну, как бы, надо поймать. А если ты быстро вводишь тачку, у тебя медленно работает, да, допустим, то у тебя, естественно, будет не прокрас, что ты будешь... Сейчас мы проверим все это дело. Ну, и вот берем и проливаем, положи ровно. Берем и проливаем и смотрим. Да, правда, как линза. Все, все плохо, плотненько везде. То есть, это лайфхак, потому как, ну, для того, как проверить плотность вашего покраса. По поводу, как это... Вот так выглядит плотный покрас по заживлению. Уже прошел сколько? Да, сколько прошло? Два года? Нет, это прошло было. А, да. Плотный, черный, без прогадов, без просветов, без ничего вообще. То есть, ну, вот так. Да, очень плотный, хороший, без травмы. Вот это, вот это показатель здесь. Ну, вот. Красный переход. ну, по-фему, красный. Черный. Вот это плотный покрас. мягкий, качественный, хороший, без травмы. Крутиру, капчик, придумай, клевень. Ну, да, короче, сейчас вот тут еще закрывать, это все будет потом. Внимательно нужно смотреть на то, как кожа меняет свою структуру. То есть, если она становится махровая, при плотном покрасе, это говорит о том, что вы перегружаете кожу, и осталось совсем чуть-чуть до того момента, когда вы разобьете верхний слой и у вас будет, ну, дырка, болячка. То есть, получается, идет у вас обычная ровная кожа, потом раз, провал такое, грубо говоря. И вот в этом месте будет образовываться болячка. Для того, чтобы этого не было, очень внимательно смотрите за структурой кожи. Если она не меняет у вас свою структуру, то есть, она в прокрасе и рядом свежая кожа, чистая, одинаковая, ну, допустим, когда вы смотрите на нее. Это говорит о том, что вы хорошо, плотно прокрасили с минимальной травмой. Если же какие-то дефекты начинают образовываться, то это говорит о том, что вы плохо прокрасили, перегрубили, перетравмировали слишком сильно кожу и лучше туда больше не возвращаться. Лучше пусть это заживет и человек придет на второй сеанс и вы ему это все дело прокрасите. Не складывай, пожалуйста, кругу. Вот. И лучше на второй сеанс это все сделать, потому что кожа восстановится, заживет и дать второй слой всегда проще и лучше, нежели вы полезете опять туда и просто, ну, разобьете кожу в хлад. Все, да? Все. Все. Все.